Так, я приближаюсь к одному месту, которое любят многие ташкентцы. Это место очень знаменитое в Ташкенте, хотя это находится, это пекарна, так скажем, кондитерская, находится на окраине, медгородок. Насколько мне известно, вот именно этой пекарне принадлежит кондитерский дом София. Надеюсь, это так. Ну вот здесь такой интересный дизайн, европейский, хотя меня обвинили в том, что я не знаю, что такое европейское, как я не была в Европе, не могу судить, вернее, не имею права судить о европейском или нет, но относительно всего, что мы имеем, это для меня европейское. Так вот, выпечка здесь, она не из дешевых, но качество просто отличное, отменное. А тут к вечеру толпа собирается просто. Вот хочу поснять, поснимать, что там у них есть. Смотрите, да, София, тем какие, да? Но вчера печенье 50 тысяч сунг. В Висконте одна единственная такая. Печенюшка 3 тысячи. Я не знаю, вот эта цена реальна, я не знаю, как-то слишком дороговато, по-моему. Вот смотрите, вот такая огромная шарлотка 21 тысяча стоит. Не знаю, может быть кусочек от нее, но если... Ну, я знаю, какое тут качество. Качество просто шикарное. Обычный этот торт. Все с пропиткой, все такое, знаете, качественное сделанное. Все такое... Вы купите за 200 тысяч торт, и вы ни грамма не пожалеете. Вот это такое творожное. Так, цены выше, намного выше, чем в других местах, но вкус оправдывает цену. 100 тысяч яблочин, творожное, лимонное. Как видите, объемы не такие большие, но тем не менее, тут все очень качественно, очень красиво. Есть такой торт детский, 300 тысяч с инвиринами, пряниками, террористами. Я очень уверена, что торты шикарные. Я знаю, что мы покупаем, иногда расхошеливаемся, позволяем себе. Мы покупаем, поэтому не пугаемся, это вот торт, что стоит это от своих денег, стоит. Вы купите, например, в простом супермаркете, в супермаркете за 70 тысяч, 50 тысяч огромный торт. И здесь почти там, не знаю, что тут есть. Сальфея классический, торт довольно большой, объемный, высокий. И сникерс, смотрите, он маленький, цена выше. Все такое, знаете, европейское. Мне очень понравится. Атмосфера такая классная, мне очень нравится. Шоколадный, недолгый. Знаете, в чем фишка этой кондитерской, или кондитерской? Фишка в том, что они не щадят увлажнительные, так скажем. То, что все, что вы едите, оно достаточно увлажнено, но с хорошей, вкусной пропиткой. И это, наверное, подкупает. И, не знаю, может быть, они пользуются какими-то консервантами. Потому что я не думаю, что такой объем нужно дать за один день. В основном, в основном, менее, вот то, что мы едим, простые торты. В туркише стало с шанти, с сухими сливками. Оно все, знаете, по дизайну не отличается, а вкус совершенно одинаковый. Все такое сухое. А делайте это по тому, чтобы дольше торт сохранил свою свежесть. Булочки по пять тысяч. Вот это вот булочки. Синомон, да, по-моему. Вот эти по пять тысяч нормально. Вот эти, я бы сказала, что дороговаты. Хотя, я не знаю, какая тут у меня начинка. Булочки, полночки. Очень красиво. Прям, прям, знаете, «Женское счастье» называется магазин. Вот видите, какие пирожные, 20 тысяч. Пирожные дорогие, я не спорю. Но вкус соответствует. Я один раз попробовала, мне очень понравилось. Хотя магазин не этот именно, а то, что находится на Керосеве. Там я тогда покупала. То есть, как красиво. Все такое европейское. Есть люди, которые меняют. Меня если ты не была в Европе, как ты можешь судить про европейское. Для меня это европейское. Все, что не узбекское, для меня европейское. Ну что? Захер торт. Вот Захер торт я пробовала, у меня брат покупал на день рождения своей жены. Так вот, был торт большой. Захер был шикарный. Просто, знаете, приятный. Я тогда вот оценила, что вот каким должен быть настоящий шоколадный торт. Весь из настоящего шоколада. Хорошего, высокопроцентного шоколада. С хорошей пропиткой. Так что, шреки какие-то интересные. Раслины, печенья. Ракушки. Ракушки знакомые. Печенья. Ну, а вчера печенье почему так дорого? Я что-то совсем не поняла. Может быть, это упаковка за килограмм была, наверное, цена. Да, овсяные печенья, смотрите, классический корм, да, неправильно. Очень красиво. Так вот, спросила, да, оказывается, София принадлежит им. Кто хочет, может прийти, потому что магазинчик такой, знаете, Eurostyle, на мой взгляд. Такие лаконичные все такое. Видите, народу достаточно много. Вот я думаю, это, наверное, не за упаковка, а за килограмм, цена. 50 тысяч. Очень хорошее место. Продукция у них просто шикарная. Так что, кто хочет, приходите. Еще плюс была такая просьба, да, чтобы показывать, что где находится в Ташкенте. Так вот, центральный офис бренда София находится вот здесь. А сам цех вот находится за этой махалёй, вот за этими домами находится цех. Там раньше у меня подружка жила, и поэтому я хорошо знаю, где находится этот цех. Там везде по кругу такое распространяется, такой сладкий запах. Так что, приходите. Как вы знаете, Медгородок, особенно Кракамыши, забилует нас свадебными банкетными залами. Какого-то 500 метров в сторону Ташми. У нас есть еще один банкетный зал. Вот, насколько я знаю, он был построен недавно. Вот, по виду, похоже, что тут никого нету. Но я постараюсь найти администрацию, чтобы поснимать. Место такое аккуратное, чистенькое. Единственное, что меня удивляет, то, что мест для машин крайне мало. По-моему, вот здесь сделали такую дорожку, чтобы машины парковались. А так, все тут так чинненько, чистенько. И такое ощущение, что никого тут нет. Сейчас пойдем посмотрим. Вот такой вот фасад. Фасад как-то немножко уже начал облизать, но все равно это красиво. Кстати, такие двери, это просто шикарные. Они, по-моему, это настоящее дерево, а не МДФ. Но это так, знаете, так дорого прям. Вот видно, да, что дверь, вот эта вот дверь, они прям дорогущая вещь. Вот видно. Очень прям раскошелились на славу. Вот я думаю, что это не МДФ, а настоящее дерево, надеюсь. Хотя сейчас любой МДФ можно камуфлировать по настоящее дерево. Так что идем искать администрацию. Кого в этом здании нету, к сожалению, заснять внутреннее убранство мне не удалось. Так вот, я хочу показать вам дома, декор, которые у нас как бы в этом районе распространен. В Алмазарском районе, Медгородок, Каракамыш. Так вот, смотрите, как все богато, при этом все сильно отличается друг от друга. Цены, естественно, здесь намного ниже, чем на этом пресловутом Муначарском. Вот это вот, конечно, перебор, на мой взгляд. Вот эти вот решетки. Но сам факт того, что дома здесь выглядят выглядят намного дороже. Может быть, у меня вкус такой немножко колхозный, но исключая тот вход, где я входила в эту махалю амбулаторную, где все такое, знаете, гладенькое, ровненькое, без декора, с шикарными деревьями, из секьюрити, вот там, да, вот видно, что все такое дорогое, все безъязвелен, все такое ровненькое. Но вот здесь, я думаю, дома намного лучше, красивее, вернее, какое-то эстетическое наслаждение ты здесь получаешь. Хоть какую-то эстетическую, хоть какую-то эстетическую информацию, если так можно выразить, здесь можно получить. А на Луначарском я была прям крайне, знаете, не просто там удивлена, в какой-то степени даже возмущена, потому что не может быть, чтобы там такие простенькие, маленькие, низенькие дома, и при этом там такие заоблачные цены, это я вообще не понимаю. Причем там шумно, там неаккуратно, вот такой вот асфальт там им, наверное, во сне снился, кроме вот этой вот амбулаторной, где, наверное, какой-то шишка живет, направо, я свернула направо, налево сказали, что там кто-то живет, там Усманов, может быть, там, хотя не верю, потому что Усманов нам вряд ли здесь будет долго жить, может быть, какая-то резиденция у него есть. Смотрите, какие красивые дома тут. Разве не прелесть? Вот здесь ты получаешь такое архитектурное, эстетическое наслаждение, информацию хоть какую-то, черпаешь, что вот есть вот такие вот дома. А вот смотрите, тут тоже как бы лепнины как таковой нету, но тут просто даже покраска, да, это не камень, но тем не менее все так дорого выглядит, все так красиво, я не знаю. ну, вот луначарский, все такое дешевенькое, такое низенькое, маленькое, не знаю, там, абсолютно, как это слово называлось, ноль фантазий, да? Смотрите, какое домище просто. Смотрите, огромный дом, девушка идет, смотрите, какой высоченный дом. Кстати, девушка высокая, очень высокая девушка. Здесь у нее платформа на ногах такая прям, не знаю, как она на ней ходит. Так вот, на луначарском дома, по-моему, вот максимум вот как этот забор. даже вот в том районе, где как бы начинаются вот эти дорогие дома. А здесь у нас распространены в основном вот такого размера дома. И тут цели намного ниже, райончик намного спокойнее. Да, это не центр. Тут у нас, знаете, 300 метров максимум, наверное, еще, или может быть, еще меньше бетонка. Но тут чище, спокойнее, нам тихо, по-настоящему тихо. Не знаю. Я вот была как бы не совсем согласна с ценами на луначарском. Когда я говорю, о, луначарский, я же луначарском на салон. Кстати, у меня был один коллега, тоже из таких, знаете, которые благодаря памяти вернее, удачно родился и этим хвастался все время. Хвастался до такой степени мужчина с детьми и даже холодильником своим. Просто жутчайший пример. такого, знаете, как у нас узбеки говорят, щезалей. Так вот. Смотрите, это одна единственная линейка. Итак, у меня такой вывод, что все-таки, может быть, у нас и не центр города, но у нас все-таки тут красивше, потише, намного более аккуратнее, намного просто. Так что не в обиду будет сказано тем, кто живет в тех местах, Чохона-Солом, Центруно-Чарский и так далее и тому подобное. У меня там 90% родни оказывается там живет, как я узнала, из папины и с маминой страны. Потому что все-таки это изначально сами по себе очень старые махали, изначально бывшие населенные не очень богатым сословием. Так вот. Не знаю, почему-то такие цены. Я бы, например, если бы ну мне там родители сказали вот такая там живет, такая там живет. Ты помнишь, в детстве ты ходила на хаид, там ты это, то, сё. Я говорю, а что они не продадут эти дома? Если бы они продали эти дома, вы знаете, какие бы они богатые были бы. Да. Так вот, мой вывод. Здесь лучше, красивше. Смотрите, что тут у нас происходит. Не знаю, наверное, может быть, специально разводят рыб здесь. Воды стало намного больше и чище. Как-то очистили, что ли, от водорослей. И сделали тут такой бизнес. Ну, рыб тут, конечно, очень много. Смотрите, прям, что за рыба, не знаю, но... да. Классно придумали. Рыбки разводят тут. По-моему, какой-то бизнесмен взял это место и разводит рыбы. если помните, года, месяца три назад всего этого не было. Классно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова